1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 и так далее до 10 Там у нас инвариантом была сумма всех чисел Но здесь явно сумма не будет инвариантом Потому что мы прибавляем по единичке к двум чиселам То есть сумма увеличится на 2 Позвольте, если сумма увеличится на 2 То есть была, например, на какой-то s Станет s плюс 2 Тогда у нее не меняется четность Правда? А раз у нее не поменяется четность То четность суммы и является инвариантной Посмотрим, поможет ли нам это Но исходно у меня сумма была какая? Можно даже не считать 3 нечетных числа Значит, общая сумма нечетная А что мне нужно? Мне хочется, чтобы все числа были равными То есть все по x Значит, общая сумма будет 6x Правда? Ну а 6x число, конечно, четное Оно делится на 6 Значит, делится на 2 То есть сумма была нечетной А надо, чтобы стала четной Противоречие Потому что, как мы сказали Четность суммы – это инвариант Поэтому сумма всегда будет четной Так что все они одинаковыми Никогда не станут Обратите внимание, что здесь не прошло бы Такое рассуждение в стиле Ну вот давайте сначала добавим по единичке сюда Потом вот сюда, потом вот сюда Ну и вот получили, что эти 5 чисел, например, равны А 6 на единицу больше Поэтому у нас ничего не получится Опять же, мы с вами на прошлом уроке об этом говорили От того, что у вас не получилось При какой-то конкретной последовательности действий Из этого не следует, что не получится у кого-то другого То есть вам надо доказать, что не получится Никак, ни у кого и никогда И вот это и помогает нам сделать инвариант Ну а мы перейдем ко второму примеру На вешалке висят 20 платков 17 девочек по очереди подходят к этой вешалке И каждая либо берет с вешалки один платок Либо вешает один платок Может ли после ухода этих 17 девочек На вешалке остаться 10 платков Давайте решим эту задачу Заметим, как вы уже, наверное, видите Что здесь идея четности снова сработает Что исходно было четное количество платков Согласны? При этом После каждой девочки У нас четность меняется Причем независимо от того, что она делает То ли добавляет платок, то ли вычитает Все равно у нас либо прибавляется один Либо вычитается один А значит число было четным, стало нечетным А было нечетным, станет четным Значит, еще раз Независимо от действий наших девочек Четность всегда будет чередоваться Ну а тогда, например, я могу сказать, что четность Количества платков после каждой девочки Инвариантна То есть после каждой, независимо от ее действия От действий предшественников Она будет всегда одинаковой Ну а что это значит? Значит, после первой она будет нечетная После второй четная Третья нечетная Четвертая четная И так далее Значит, шестнадцатая снова четная А семнадцатая нечетная Итак, после семнадцатой девочки Останется нечетное количество платков Ну а у нас их должно остаться десять Десять четное число Значит, такого быть не может Перейдем к третьей задаче Из стакана с молоком Три ложки переливают в стакан с чаем И небрежно перемешивают Затем три ложки полученной смеси Переливают обратно в стакан с молоком Вопрос Чего теперь больше? Молока в чае или чая в молоке? Ну, можно честно решить эту задачу алгебраически И ваши коллеги, которые учатся в восьмом, девятом классе Могут попробовать это сделать Это не так трудно Но занимает примерно страницу выкладок Если же понимать идею с инвариантом То задача практически устная Итак, что же здесь инвариантно? На самом деле вы можете заметить Что не меняется объем жидкости в стаканах Потому что что мы сделали? Мы три ложки молока перелили А потом три ложки смеси вернули То есть три ложки туда, три ложки обратно Значит, объемы жидкостей в стаканах В итоге получаются такими же, какими были Ну, тогда давайте смотреть Вот было у меня сколько-то молока Ну, не знаю, например, В Да? Теперь у меня сколько-то молока И чуть-чуть там чая Скажем, чая Х Да? Тогда молока У меня В минус Х Логично, да? Всего ведь тоже В Значит, В минус Х приходится на молоко Но всего молока было В А В минус Х осталось в этом стакане Значит, где-то еще есть Х А где есть этот Х? Так, собственно, в чашке с чаем Можно рассуждать и без букв, да? У меня было сколько-то молока А теперь часть этого молока заменена чаем Да? Но тогда Чаем заменена ровно та часть молока Да? Которая перешла в стакан с чаем Да? И, соответственно, вот эти части Получаются абсолютно одинаковыми Может быть, так вам получилось проще Таким образом, получаем, что молока в чае И чая в молоке абсолютно поровну Кстати, естественно, будем не правы Если скажем, что их поровну по три ложки Потому что, на самом деле, обратно Из чая в молоко мы, конечно, переливаем уже смесь Это будут не чистые три ложки чая, да? А там будет еще немножечко молока Поэтому реально и чая в молоке, и молока в чае Будет менее трех чайных ложек То есть, ну, две с копеечками Ну что ж, давайте подведем итоги нашего урока Сегодня мы с вами порешали некоторые несложные задачи По теме инвариант На следующем нашем уроке мы решим более сложные задачи Про инварианты А также поговорим про применение полуинвариантов До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...